Доброго времени суток, уважаемые любители бокса. Давайте сегодня посмотрим вот на этого парня. Бен Уитекер, боксер, которого в Британии называют новым носимым Хамедом. Он действительно очень интересен. Досмотрите ролик до конца, уверен вам понравится. Но давайте сначала посмотрим, как Бен Уитекер выглядел в любителях. Бен Уитекеру 26 лет. Его рост 191 см. В профессионалах он сейчас выступает в полутяжелом весе. Его рекорд 5-0, 4 победы нокаутом. И в любителях он был бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, серебряным призером чемпионата Европы 2019 года. Его главное достижение это серебряная олимпийская медаль в 2020 году. Этой серебряной медали Уитекер, кстати, был крайне разочарован и даже отказался ее носить на награждении, чем вызвал, как пишут, неоднозначную реакцию. Но потом он подписал контракт вот уже на профессиональную карьеру. Тренирует его Шугар Хилл Стюарт, очень известный специалист. И вы видите, да, что, мягко говоря, не чужд Уитекер позерства. Ну, у него действительно отличные ноги, очень хороший тайминг, быстрые руки, жесткий удар. Вот он действительно издевается над своими оппонентами как может, но после боя достаточно часто, в общем, выражает респект своим побежденным оппонентам. Итак, давайте перейдем вот к профессиональной карьере этого парня. Первый бой на профессиональном ринге нашего героя, он состоялся 30 июля 2022 года в Британии. Оппонент некий Грэг Унил. И мы сразу видим, что Уитекер, он любит делать зрителям красиво, устраивает шоу, кривляется, работает на публику, но не только. Очень хорошие у него жесткие удары, вот это первый раунд идет, ну и просто откровенно издевается над своим оппонентом. На самом деле, вот такие боксеры, которые сейчас, ну, мы можем вспомнить того же Насима Хамеда, с которым сравнивают в Британии Уитекера, или, допустим, Роя Джонса, вот это начало второго раунда. Удар в верхнюю часть головы, и на этом бой закончился. Дебют профессиональный Уитекера удался, конечно, здорово. Вот видите, удар куда-то в висок, и на этом все. То есть, бить Уитекер действительно умеет. Следующий бой Уитекера состоялся 20 августа того же 2022 года, между прочим, в андеркарте боя Усик Джошуа 2. Его оппонент некий Петр Ношич. И вот с ним-то Уитекер как раз и прошел всю шестираундовую дистанцию запланированную. Ну, преимущество Уитекера, конечно, совершенно очевидно в этом бою, но у его оппонента была крепкая голова. Вот в этом бою, кстати, мы видели вот такой клоунады от Уитекера значительно меньше, чем он обычно показывает. Хотя удар справа вот раз за разом достигал цели. И через руку, и первым номером. Но честь и хвала его оппоненту Ношич достоял до конца. Ну и видите, какой хороший тайминг. То есть на повторах очень хорошо видно, что чуть-чуть буквально удары оппонента не доходят до Уитекера. Он убирает голову, и они как бы только мякотью перчатки касаются. Ну, в общем, повторюсь еще раз, этот бой прошел всю дистанцию, по итогам которой судьи, конечно, совершенно справедливо отдали победу Уитекеру. Третий профессиональный бой Уитекера, который состоялся 6 мая 2023 года. Вот табличка 69% опрошенных полагают, что Уитекер станет чемпионом мира. А вы бы как проголосовали, согласны с мнением британской публики? Ну, оппонент некий Джордан Грант во втором раунде оказывается на настиле. Это, естественно, победный танец от Уитекера, и мы видим, что уже гематома в районе правого глаза. То есть не только правый прямой, но и левый крюк у Уитекера работает нормально. Возможно, вы обратили внимание на большую паузу между прошлым боем и этим, но там, как я понял, у Уитекера была травма, он сломал себе мизинец. Ну и вот, ну понятно, что здесь, конечно, совершенно другой класс оппонентов. Вот левый крюк в самом начале третьего раунда и вылетает полотенце из угла. Очередная хорошая победа у Уитекера стал еще чуть более известен. 1 июля 2023 года. Бен Уитекер встречается с Владимиром Белужским. Владимир Белужский, вы, наверное, обратили внимание, сильно меньше своего оппонента, но это неудивительно. Пришел он в этот полутяжелый вес из второго среднего. Белужский, наверное, вот на момент вот этот вот самый опытный противник Бена Уитекера. У Белужского к этому бою 13 побед, 9 нокаутом, 6 поражений. Но вы видите, что свою клоунаду не прекращает Уитекер. Кстати, вы обратили внимание, что с каждым боем у Уитекера как бы больше волос на голове становится. То есть он, видимо, матереет, при этом у него прорастают волосы на голове. Но это, конечно, шутка. Но в этом бою Белужский держал вот все удары Уитекера, хотя Уитекер очень старался своего оппонента нокаутировать. Уитекер здорово работал серийно, но Белужский защищался чаще всего блоком и реагировал улыбкой на пропущенные удары. Хотя чем дольше шел бой, тем больше было видно, что Белужский подсаживается, теряет скорость и все хуже реагирует вот на атаки противника. Очень мало Уитекер пропускает ударов, но он сразу установил нужную для себя дальнюю дистанцию, контролировал ее левой рукой. Вот даже как бы когда были попытки разменов, то ничего у Белужского не получалось. Это первый восьмираундовый бой в карьере Уитекера. И бой, между прочим, дошел до восьмого раунда. И все стали думать, что нас ждет очередная победа Уитекера по очкам. Но он безоговорочно забирал все раунды. Однако в восьмом раунде, ну примерно через полторы минуты после его начала, рефери вмешался и неожиданно остановил бой, присудив победу Уитекеру техническим нокаутом. Белужский, понятно его возмущение, но я думаю, что просто решил с одной стороны не портить статистику проспекту, а с другой стороны действительно преимущество Уитекера было в этом бою подавляющим. 10 декабря 2023 года. Бен Уитекер против итальянца албанского происхождения Стивена Дредхая. Рекорд Дредхая 11 побед, 2 поражения, 1 ничья, 3 нокаута. Самое интересное здесь то, что свой рекорд Дредхай набил, в общем, на совершенно непримечательной оппозиции, а вот оба поражения у него были досрочные. Поэтому пригласили его в Британию, понятно, с тем, чтобы, наверное, Бен Уитекер смог подтвердить свое реноме бьющего проспекта. Ну, в первую очередь Уитекер тут подтверждал реноме шоумена, ну или как по-нашему говорят, клоуна. Но получалось у него очень хорошо. То есть Уитекер из тех бойцов, которые сочетают клоунаду с отличной техникой, работой на ногах и джебом. Вот удар справа, первый нокдаун в этом бою. Это снова бой по формуле 8 раундов и снова отлично. Правый прямой, левый боковой. И это был уже тяжелый нокаут. Дредхаю понадобилась кислородная маска, но вроде с ним все хорошо. 3 февраля 2024 года, Британия. Бен Уитекер с рекордом 5-0-4 нокаута. Снова радует своим перформансом британскую публику против боксера с рекордом 10 побед, 13 поражений, 5 ничи. Халид Грейдия. Ну и в этом бою, конечно, Уитекер в плане клоунады превзошел самого себя. Раньше его сравнивали с Насимом Хамедом, но глядя на его танцы, которые он периодически устраивал, я вспомнил, помните, был такой пьяный мастер Мануэль Агастас? Вот как сейчас, он тоже любил периодически танцевать. Рефери перед ней иногда делал предупреждение Уитекеру, что сильно не нравилось зрителям. Собственно, они пришли смотреть не только бокс, они пришли смотреть шоу. И Уитекер им это шоу дал. Обратили внимание, как Уитекер еще больше отрастил волосы? Мне кажется, чем больше у него волос, тем больше клоунады. Из своих 13 поражений Грейдия только два раза проигрывал досрочно, поэтому предполагалось, что он может как-то продержаться против Уитекера какое-то время. Ну, так и получилось. Бой этот был рассчитан на 8 раундов. Вот, ну, смешно, конечно, а вот это вот отличный эпизод. Без дураков, с точки зрения Уитекера, уверен, он войдет в нарезку его лучших боев. Бой подошел к пятому раунду. Смотрите, Уитекер просто превосходит сам себя. Зрители, затаив дыхание, смотрят, что еще там Уитекер придумает. Но здесь уже не выдержал Грейдия. Снова опустился на ринг, и рефери бой остановил. Давайте посмотрим из зала. Вот этот эпизод, еще один. Ну, что вы думаете по поводу Уитекера? Как вы считаете, сможет он стать чемпионом мира в полутяжелом весе? Ну, или в какой-нибудь другой категории? Напишите свое мнение в комментариях, если оно у вас есть. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам понравился этот обзор. А с вами был Дмитрий. Всем доброго, удачи и, как всегда. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok